Доброе утро, Саш! Уже несколько дней подряд мы здесь обсуждаем подготовку к Новому году. И сегодня, ты абсолютно прав, будем обсуждать о том, как готовится к предстоящим праздникам единственный в Крыму театр «Кукол-марионетки». И поэтому пригласили в студию его директора Ларису Дубову. Лариса, здравствуйте! Доброе утро! Расскажите, какие изменения были в театре? Я знаю, что вам выделили финансирование недавно. Да, нам выделили хорошее финансирование на развитие театра, благодаря которому, это уже второй год, мы смогли выпустить, получается, 8 новых спектаклей. Финансируют именно подготовку спектаклей? На подготовку спектакля и на техническое развитие театра. Мы купили хорошую аппаратуру, ферму сцены, фонари, освещение, очень много костюмов, декораций. Мы просто короли. Финансируют какие-то определенные спектакли, какие-то тематические или абсолютно все на ваш выбор? Нет. Мы предложили несколько спектаклей, Министерство культуры одобрило. И вот на эти спектакли как раз финансирование идет. Ну и, конечно, наверняка одобрили новогодние постановки. Ну, новогодние не входили в федеральную программу, но мы все равно готовимся. У нас интересный проект «Новогодний трамвайчик», который будет стоять около ракеты, наряженной новогодней мишурой всевозможной. И там будут проходить мастер-классы по вождению кукол, марионеток, тростевых, петрушковых. И мини-развлекательная программа. Ну, эта развлекательная программа будет не только как бы праздничной и как увеселительной. Она также будет познавательной, образовательной. Там будет рассказываться история кукол. Ну и все объединено танцами, играми. А какие постановки вы готовите к Новому году? К Новому году легенды Крыма. И у нас накануне 22-го числа это дюймовочка. Вот так как мы сейчас базируемся в уютном, так как помещения не нашлось в городе, нам пришлось переехать в уютное. Вот. И все репетиции, и пробные, генеральные, все проходят в уютном. Я думаю, что не все наши зрители знают, почему театр кукол пришлось переехать. Его закрыли недавно на реконструкцию. Расскажите, что входит в комплексный ремонт, когда обещают уже открыть новый театр, что там будет? Дело в том, что вообще ремонт планировался окончательно закончиться 1 декабря. Ну, там по каким-то причинам он немножко затягивается. Мы, конечно, надеялись Новый год помпезно встретить в своем здании. Но гарантировать я этого не могу. Что входит в план капитального ремонта? Что мы уже пообещали? Ну, в план капитального ремонта входят... У нас были совершенно гнилые полы, стены. Не было санузлов для зрителей. Единственный санузел и для сотрудников, и для зрителей. Сейчас нам все там выложили кафелем, поставили санузел, провели новую канализацию. Сейчас оштукатурили стены в хранилище, в режиссерской. Вот фасад приводят в порядок, доканчивают. В подвале тоже заменили ступени, потому что мы в наш подвал просто ныряли. Ступеньки все стерлись, и страшно было туда спускаться. Вот. Кстати, усилили проводку, провели освещение новое. Вот. Отопление, кстати, переделали на электрическое. Вот. Батареи поставили даже в тех комнатах, в которых не было. Мы очень мерзли. Положительных изменений у вас очень много. Очень много. Помимо новых программ, финансирования на спектакли и нового, в принципе, здания. Я знаю, что вам еще выделили финансирование на создание кукол. Ну, это на создание и выпуск спектаклей. Сюда входят и авторские, и декорации, и кукол. Как раньше справлялись? Справлялись вообще без финансирования. Вот. Сама изготавливала куклы. И это одна из таких кукол, которую вы делали своими руками? Да. Это золушка, кукла-марионеточка. Самая маленькая куколка. Она всего 28 сантиметров. Вот. Уже в одежде, с волосом. Очень интересная, мягкая, подвижная. И когда выходит на подиум, дети аж вскрикивают. Как живая! Так это приятно. Расскажите, из чего вы их делаете? Куклы делаются, каркасы, куклы-туловище делаются из дерева. Ручки из пенопласта вырезаются, обшкуриваются по пьемаше. Опять-таки шкурится, грунтуется. Ну, головка соответственно. Сначала она рисуется эскизно, потом она вылепливается из пластилина, потом вырезается из пенопласта. И опять обклеивается по пьемаше, шлифуется, грунтуется и идет покраска уже. Но процесс не быстрый. Да. Вы учились этому где-то? Да, я долгое время училась в Доминии, два с половиной года, в театре марионеток города Ленинграда тогда. Мне всегда было интересно, одна кукла – это один спектакль, или можно их, допустим, переодевать и использовать в каких-то еще постановках? Ну, желательно не переодевать, потому что каждая кукла несет характер в своей роли. Так как кукла не имеет эмоций, значит, как можно больше сделать ее характерной, чтобы она соответствовала тексту, задачи, поставленные ей. Вот, и поэтому нежелательно переодевать кукла. Ну, бывают случаи, что переодеваем. Спасибо большое, Лариса. Мы желаем вам творческих успехов. Надеемся, что мы встретимся в этой студии еще раз, когда у вас уже будет готов новый театр, или мы приедем к вам, если вы нас пригласите. С удовольствием. Мой театр всегда открыт для всех. Спасибо вам большое. Пока что я передаю слово коллегам из Симферополя.